итак привет всем значит в этом видео хочу все-таки отметить все-таки ну поставить на данный момент вот уже прошло сколько 10 дней с выхода fallout 4 значит я долгое время пытался его запустить и все-таки ну пытался то есть он фактически с технической стороны он более мере нормально играть можно я к тому что система моя немножко уступает требованиям соответственно но я пытался запустить на своей системе как это бывает то есть различными способами настройками и так далее что в итоге у меня получилось ну сразу хочу вам ответить показать конфигурацию системы значит смотрим вот мой вот он мой процессор 6 ядерный fx 6 300 значит 6 ядерный процессор fx 6 300 3 спали гигагерц на 4 можно поднять частоту без проблем кстати хороший такой цена-качество процессор советую всем ну на платформе md так значит оперативная память у меня 12 гигабайт причем быстрой памяти с шиной 1800 64-х разрядная система так значит по видеокарте по видеокарте у меня так значит где-то этот gpu-z чтобы вам показать видеокарта у меня родеон вот ну то что мне просила это в общем то все отлично подходит конечно же под фоллаут у меня просила видеокарта видеокарта у меня родеон 4890 то есть ну хотя и в общем-то характеристики и нормально тысяча двадцать четыре на двести пятьдесят шесть шины это отличные просто характеристики для ве ну хорошая для игровой видеокарты так скажем хорошие характеристики то есть не буду говорить что это про полное днище это в свое время и вообще отличная игровая видеокарта но сейчас казалось бы ну время от времени игры выходят и хоть с кое с какими там трудностями но их можно запустить даже новые то есть даже на этой большинство игр которого час выходят я их без проблем запущу только потому что хотя бы ну революции не произошло на самом деле в так где мы гпузы революции на самом деле не произошло так стоп я получаю силу сейчас секунду я его найду так если я его устанавливал он должен быть можете удалял так ну ладно я думаю это не так важно так ладно секунду ладно еще раз когда я установлю это не так уж это не так уж долго и не так уж трудно или запущен наверно не устанавливается просто запускается ну вот фактически вот моя видеокарта значит смотрите radeon 48 48 серия но 48 90 у меня то есть 256 шина это отличная пропускная способность для игровой видеокарты но гиг памяти тдр 5 причем быстрой памяти но единственное что 9x 10 один максимально держит и шейдеры 4 1 а сейчас игры то есть им край как важно это 9x 11 особенно от фоллауту и шейдеры 5 причем все экспресс 2 0 так ну то есть вот такая видеокарта просто 6 ядерный то есть все что ну так получилось казалось бы на этой системе сейчас я могу запустить любую современную игру то есть ну любую да в кризис 3 2 поиграть не знаю то есть конечно call of duty там новый и предыдущий да там с трудностями но я смогу поиграть то есть ну даже на минимальных настройках ну я не особо преженец call of duty поэтому так к примеру скажу что они тоже не сказать что с технической точки зрения совершенства но требовательное так скажем то есть но требовательным просто к железу тоже метро тоже метро с отличной графикой с отличными технологиями нажила слайд я на этом компьютере без проблем поиграю но что же что же произошло с fallout 4 вот он мой fallout 4 что же произошло с ним ничего первоначально я вообще даже не мог его запустить то есть ну никак под поскольку не поддерживает видео карта 11 шейдеры просто не мог запустить то есть ну то то есть такие вот разработчики то есть такой вот такое отношение к игрокам все пожалуйста беги пожалуйста покупая видеокарту поскольку все мы так захотели у нас вот такая договоренность с разработчиками железа иди покупай видеокарту то есть ну не сиди то есть хотя на самом деле никакого никакой революции не произошло то есть в игровой индустрии такой, чтобы просто, ну, железо пришлось полностью кардинально менять, нет, этого нету, то есть, и тот же Fallout графика там, ну, лучше, чем в Fallout 3 и проработка получше, но не так, в техническом плане она вообще далеко не ушла, то есть, ну, это да, я вообще, фактически, я не спорю, то есть, Fallout игра по контенту, по сюжету, по разнообразию, по миссии, то есть, очень по квестам, очень интересная, то есть, сама по себе игра хорошая, то есть, играть стоит, и потратиться в общем-то, на комп, ну, можно если вы если вам нравятся такие интересные, разнообразные игры с открытым миром, то Fallout, конечно же, обязательно стоит того, но, фактически единственный вот минус то, что разработчики вот так вот наплевательски относятся к игрокам, и вот ну, значит, чуть я скину в видео ссылку на видеоописании о том, как запустить Fallout 4 на 10-м DirectX, вот как у меня 10-й, а для него нужен минимум 11-й, то есть, ну, нужно всего лишь вот одна программка DXCPL, с помощью нее можно запустить любую игру, требующую 11-й DirectX, допустим, на 10-м, там, или на 9-м, то есть, ну, конечно, если это будет целесообразно, допустим, в Fallout 4, это, ну, нет смысла, запустить-то я запущу, но, там, играть невозможно, причем, что интересно, я даже выставлял в Fallout 4 настройки, но в Fallout 4 настройки все крайний минимум, даже конфиги там прописывал, и плюс стояло разрешение 800 на 480 вроде бы там, и все равно никак, то есть, ну, будь то неважно, у меня разрешение Full HD 1920 на 1080, или 800 на 480, все, только я захожу в игру, у меня 1-2 кадра, как такое может быть, то есть, ну, неоптимизированность драйвера, то есть, да, драйвер под мою видеокарту, кстати, уже давно не выпускают, уже перестанет, перестали выпускать, ну, как недавно, но перестали выпускать, то есть, тоже, как бы, неправильно, и что в итоге, если, ну, драйвер, да, пускай не будет неоптимизирован, но он все равно должен подходить, то есть, ну, пускай, да, потеряю там 10-15 кадров, там, ладно, пускай, с новыми драйверами, это, конечно, там все исправляется, но игра все, у меня показывает 1-2 кадра, даже на минимальных, там, 25-30 кадров, как оно должно быть, не показывай, то есть, ну, давайте проверим, то есть, я вот запущу Fallout, запущу его, вот, смотрите, 800 на 450, все низкое, дополнительно, тут тоже все низкое, крайне, оконный режим, там, то есть, ну, просто запущу, покажу вам, что, ну, как это возможно, что в меню, в настройках, а у меня, там, 60-70 кадров, там, ну, там, это влияет, то есть, это говорит о том, что, а, играть, это говорит о том, что, ну, даже уже в меню, то есть, можно видеть, как система подходит ли под игру или нет, то есть, она уже в меню может тормозить, так, значит, я все это веду к новому, я в конце подытожу, то есть, стоит ли вообще играть в Fallout на, а, сейчас, секунду, так, значит, секунду я запущу, фрапс, чтобы увидеть, да, вот, количество кадров в секунду, так, сейчас сверну фрапс, чтобы он не мешал, то есть, ну, смотрите, вот, в меню у меня 60 кадров, ну, не 60, ну, 40, 50, то есть, я более-менее нормально, то есть, ну, зашел в игру, кстати, она сразу не запускалась, я еще раз повторяю, если нужно будет кому-то, вылетает, вот, при запуске только пытайтесь запустить, она чуть-чуть черный экран и вылетает, то есть, скорее всего, у вас видеокарта 9х10, а нужен минимум 11, как это исправить, будет ссылка в описании, то есть, ну, смотрите, то есть, я жму продолжить, ну, это вот в начальном экране, в начальной локации, то есть, дома там, просто дальше невозможно как-то что-то делать, и вот, даже дома, вот, сейчас мы посмотрим, закрытая комната, закрытое помещение, то есть, и, казалось бы, ну, чему там, почему игра не работает, закрытое помещение, никаких текстур, там, вообще никаких полигонов, там, полные просто коробки, там, я не знаю, и сейчас, сейчас увидим, все, что покажет игра, это 1-2 кадра, почему, то есть, ну, почему, то есть, это, ну, то есть, я, причем, много пробовал настроек, обновлял различные, тут, DirectX, и все, что, все, что нужно, все, что необходимо, там, фреймворки, все это я обновлял, все это делал, то есть, ну, больше ничто у меня так не тормозит, и ничто не является таким категорически, так категорически против, не относится к моей видеокарте, только Fallout, ну, в итоге, вот, смотрим, что у меня есть, один кадр, ну, и сейчас будет 1-2 максимум кадра, то есть, ну, казалось бы, ну, как, как так возможно, смотрите, то есть, все убрал, все настройки, то есть, в комнате, видите, игра, ну, 2001 года, там, пускай, да, где-то так, 2001-2002, но один кадр, один кадр, то есть, ну, как это возможно, будьте мне видеокарта, пускай слабее даже, чем моя сейчас, но поддерживающая 11-9x, то есть, и то бы, игра бы показывала, там, каких-нибудь 20-25 кадров, можно было бы играть, но моя, то есть, ну, ну, как, как это возможно, скажите, я вообще поражаюсь просто, один-два кадра, вот как, как, это же нереально играть, просто я к тому, что, к чему это видео, к тому, можно ли поиграть в Fallout на настройках, которые, так, ладно, я с него выйду, потому что это без толку там, то есть, не соответствует системным требованиям, значит, смотрите, системное требование, Windows только 64-битное, это нужно учитывать, то есть, только так, процессор, минимум, четырехъядерный какой-нибудь, i5 какой-нибудь от Intel, или x4 от AMD, желательно Phenom, потому что, ну, помощнее, 8 гигабайт, ну, можно, я думаю, 6 на 6, я думаю, тоже неплохо, в крайнем случае, поставить файл подкачки, то есть, на этом ничего страшного, но место это понятно, ну, и видеокарта, минимум, что должно быть, это GeForce 550T, ну, 2 гигабайта, я бы не сказал, что так критично памяти, можно и Geek 550T или 650 просто от GeForce, ну, и Radeon 78-70, это из HD серии, или там какой-нибудь R9, ой, R7 из новой версии, то есть, R7, то есть, да, можно еще более-менее там подобрать все, то есть, если вы, у вас не четырехъядерный процессор, меньше 6 гигабайт памяти, и видеокарты не соответствуют вот этому минимуму, хотя бы 550T или 650T, GeForce, вы просто, вы, игру, да, можно запустить, то есть, это понятно, ее можно запустить, но, ну, факт, ну, вы не сможете нормально поиграть, то есть, она будет тормозить все, по-любому тормозить, то есть, никак, я бы сказал, что за вот эти, чуть ли там, ну, неделю, наверное, поисков, там, конфигов, настроек, можно ли как-то поднять FPS в игре реально, чтобы это, ну, можно было играть на вот чуть несоответствующей видеокарте минимальным требованием, то есть, хотя она у меня вполне хорошая, просто что якобы не подходит по мнению разработчиков, якобы устарело на это не так, нет, то есть, не получится, то есть, нету сейчас таких в природе настроек, то есть, и нету таких способов, которые вот позволят реально, запустить можно, даже на суперстаром компьютере можно запустить Fallout, но играть невозможно, только зайти в меню там, и все, но играть невозможно, я просто к тому, что если у вас не сов, система не совпадает, то есть, минимальная, то есть, ну, даже не тратьте время, даже не пытайтесь, то есть, или вы хоть как-то дотянете до вот этих требований, или, ну, просто нету смысла, нету смысла в Fallout пытаться играть, ну, просто я хотел подытожить, сказать, что, ну, все мои усилия там, как-то запустить и более-менее на приемлемых настройках поиграть не получились, и причиной всему это просто такое желание разработчиков, такое, чуть ли не приказ, пожалуйста, идите, купите видеокарту и играйте, то есть, а так, то, что у вас там есть, и даже если оно игровое, нас не интересует, все, идите, обновляйте, ну, это просто хотел подытожить, сказать, что вот такие вот дела, и если у вас, то, если там какой-нибудь кризис, там, метро, там, еще что-нибудь, можно поиграть, чуть ли не на любой системе, хотя игры требовательные, но здесь нет, то есть, нет, то есть, нет, не получится настроить, то есть, Fallout, вот, единственный этот огромный минус Fallout, а так, сама по себе получилась игра хорошая, очень качественно проработана, особенно сюжет, вариативность, квесты, все, неплохо можно, конечно, поиграть, возможно, там прокачка и глубина в этом плане, RPG стала чуть попроще, но в плане, то есть, мира, проработки, она стала, возможно, даже лучше, чем третий, к примеру, Fallout, поэтому с четвертым, понятно, вообще нету смысла сравнивать, те, кто сравнивают, ну, достаточно такие странные люди, совсем разные игры, ну, все, в общем-то, на этом все, если система у вас не соответствует лучше, не тратьте время на это, дождитесь, пока у вас не получится, кстати, еще там будут выпускаться и патчи там, и моды, и так далее, то есть, просто подкопите, соберите систему, причем более-менее, может, чтобы на средние настройки подходило, и все, играйте, то есть, а сейчас нету смысла. На этом все, спасибо за внимание.